Готовим файл с архикада в 3D Max. Открываем файл в архикаде и иду в 3D вид, в 3D окно. Чтобы было видно все. И все, что у нас в окне есть, это все будет экспортироваться, перекидываться в Max. Нам сейчас нужно скрыть то, что не нужно. Во-первых, все планы, которые болтаются по бокам, естественно, мы их не переносим. Только вот эту коробку. И в самой коробке тоже я посмотрю, что не нужно. Ну, например, хотя нет, здесь трубы идут в интерьере, поэтому их нужно переносить. А которые зашиты в коробе, они не особо нужны. Ну, фиг с ними. Их просто не будет видно. И все. Можно их скрыть. И с мебелью, сантехникой, окнами, дверями ситуация такая, что обычно сантехнику и мебель вы просто находите в интернете. То есть, для работы в Max большой плюс, что вы там почти ничего не будете моделировать. Вы не строите сами мебель. Вы минимально дорабатываете коробку из архикада. Там можно какие-нибудь карнизы, молдинги сделать. А все находите в интернете. Находите или на сайте 3ddd.ru Там немножко платно, но прям чуть-чуть платно. Ага, точка.ру Там по производителям или по... Там по категориям, но там по поиску можно найти производителя. Потом второй вариант, это скачать приложение, называется 3D-хамстер. Сейчас я в интернете найду. И, наверное, можно найти видеоурок по этому 3D-хамстеру. Там удобно, что открывается такой каталог слева категории, а справа уже сами картинки объектов. То есть, там очень наглядно, там есть поиск. Это, знаете, как в архикаде, когда открываете свойства объекта. Смотрите, вот здесь у меня слева пусто. Мне кажется, многим может быть непонятно почему. То есть, тут нет списка папок и нет картинок объектов. Потому что зажата лупа. Если я нажму на стуле, все вернется. Это так офф топ. Просто, если у вас тут ничего не будет, то дело как раз вот в этом. Нажимаю на стуле и вот вижу. И в этом 3D-хамстере тоже такая же суть. Есть список, есть поиск, есть сами изображения, миниатюрки. И вы просто перетягиваете из него, хватаетесь и кидаете в макс. Прямо в рабочее пространство, прям в ваш интерьер. Кидаете в нужный объект. Там база не сильно большая, на 3D-д она намного больше. Зато хамстер бесплатный. Но там до 10 тысяч скачиваний бесплатно. Свыше 10 тысяч, там уже что-то нужно платить. Но я думаю, что вы не скоро там накачаетесь. Плюс там есть и материалы, кроме объектов, там и всякие текстурки, и фоны за окном. В общем, скачайте. Если вопросы будут, так он очень простой, тогда потом задавайте. Ну а главное, скачайте макс, если кто не скачал. С официального сайта, сейчас найдем. И вам нужно подтвердить, что вы студент. Тогда макс дается, по-моему, даже на 3 года. Учебная версия, которая особо не отличается от коммерческой. Так, вот самая первая ссылка в поисковике. Скачать бесплатную демо-версию. А нам нужна учебная. Так. Где-то, по-моему, ниже должно быть, что вы студент. Да. Угу. На том, что по-любому найти видеоурок, как скачать бесплатную студенческую версию, вообще не проблема. Поэтому сейчас терять время даже не будем. Если потом будут вопросы по этому, тогда спрашивайте. А так, просто гляньте на ютубе, там, видос, как скачать учебную версию. И поставьте. Учебная версия. Учебная версия. Учебная версия.